Привет, друзья! С вами Зверько и гайд на обновлённую Нану. Изменения Наны понравились не всем, точнее многим не понравились, и я в их числе. Но давайте не будем скидывать её сразу в утиль, может мы не полностью разобрались в ней? Сейчас попробуем состряпать из неё достойного мага. Хочу сразу сказать, Нана в АДК – абуза для команды, и теперь расскажу почему. Ранее, где-то в 2-3 сезоне Нана ускорялась от попадания навыков, имела КД 2-го навыка в 8 секунд и меньше КД на ульту. В то время сверхпопулярным стрелком была Мия, и даже Мию Нана перестреливала в лицо, поскольку превращала и подкидывала её, продолжая наносить урон с руки, и от Наны было не убежать. В дальнейшем профитность такого билда снизили, увеличив КД превращения, а потом изменив пассив. В дальнейшем имел смысл билд на КД и дебаф противника. Нана этим помогала гораздо больше, чем невнятным уроном с руки без навыков, усиливающих этот урон. Теперь же, спустя реворк навыков, Нана вывозит больше урона магии, чем как АДК. Я сужу по процентным соотношениям урона по героям после боя. А плюс к магии добавляются дебафы. Перейдём к билду. Эмблемы мага с нечистивой яростью и упором на КД. Эти эмблемы дадут КД сразу в 10%. Будем обходиться без бафа. Дополнительный навык выбираем по вкусу. Не помешает эскейп вроде спринта или вспышки. Если играете с гранатным танком, можете использовать оцепенение или ослабление. Но я обычно опасаюсь за своё ХП. Молниеносная малина. Как-то ни странно, кошка Наны где-то достаёт деньги и вам и вашим союзникам по 10 монет каждые 10 секунд. Теперь отображается баф над союзниками, которые получают от вас деньги. Простая математика. 60 монет в минуту, 300 монет в 5 минут. Лучше выглядит, когда вы покрываете монетами нескольких союзников, но приходится держаться рядом с ними. Экономическая составляющая игры такова, что награда за волны и лесных монстров всё время растёт, а пассивка наша нет. В общем, её полезность на уровне взрывозаска после смерти. Если и помогает, то в рядких случаях. Первый навык. Магический бумеранг. Каждое попадение бумеранга наносит урон и весит замедление на 1,5 секунды. Что тут сказать, урона немного, старайтесь задеть в массовке как можно больше героев. Второй навык. Поцелуй малины. Нано выкидывает малину в указанное место. После того, как противник зайдёт в радиус действия кошки, таз с агрессией бросается на врага, нанося магический урон, а также превращая противника в кошку-неваляшку, замедляя цель на 1,5 секунды. И уменьшая и броню, и защиту на целых 25%. Есть смысл превращать танков. Минусы навыка. Кошка летит до приземления порядочное время. Цель может убежать из радиуса активации. А ещё мы не можем выбрать сель активации. Кто зашёл в радиус, на того и срабатывает. А в массовых файтах ближайшая цель. Плюсы. Кошка всегда настигает цель. Если хайбуса активировал её агрессию и ушёл в ульт, кошка подождёт его возвращение. Если ланс ускакал навыками или попытался уклониться вторым, кошка всё равно найдёт его и даст ему... простите. Ульта. Молния малины. Нано кастует 3 круга, идущие по прямой от неё. Все 3 круга наносят урон, а цели, по которым попало 2 круга, получают не только урон дважды, но и оглушение на 1 секунду. Кроме того, попадание вызывает замедление на 2 секунды. У навыка хороший множитель от магической силы. 180%. Удобно попадать навыкам в убегающих противников. Неудобно к тем, кто бежит к нам или в сторону. Минус. Если противник увидел активацию, он может тупо отойти в сторону и либо полностью вернуться от навыка, или получить один удар. Плюсы. Место активации отрисованного весьма блекло, и во время файта легко не заметить активацию ульты нано и словить 1-2 круга на себя. Тактика. Наша тактика будет поставлена на дзейбе противника. КД 2 навыка меньше, чем засадное ожидание малины. Так можно поставить 2 мины. Допустим, перекрыть отход противнику, когда вы забегаете со спины. Он бежит к вам. Вы кастуете на него 2 навык. После превращения он добегает до заготовки и превращается опять. Когда вы помогаете забирать лесных крипов, вы можете поставить малину в кусты, чтобы проверить их. И в случае, если противник подбегает к этим кустам, к нему направится малина. И вы сможете предупредить союзников о гангбанде. Фишка в том, что саму малину видно, если она не в кустах, а обруч ее активации противник не видит. Можно минировать и них, и бусы, как и других врагов, чьё передвижение вы можете предсказать. Задерживать врага, который гонится за союзником. Первым навыком по привычке спамьте. А вот ультой надо пользоваться еще внимательнее, чем ранее. И иногда приберечь для массового боя. Давайте к сборке. Зачарованный талисман, магические сапоги, и вот вместе с вкачанными эмблемами 40% кд без бафа. Жезл молний, дополнительный урон от любого навыка и восстановления маны. Жезл снежной королевы. Все наши активные навыки замедляют. А с ним будут замедлять еще сильнее. Охранная реликвия и кровавые крылья увеличат урон. Такой сборкой я играю. И собирая свою, можете отталкиваться от нее. Как играть против наны? Нано боится быстро перемещающихся с помощью навыка врагов. Но если сделать билд полудефовым вместо урона, то забить нано станет трудоемкой задачей. Надеюсь гайд вам помог. Делитесь видео, подписывайтесь и ставьте лапки. Всем пока!